В первой главе Луки в самом начале ангел сказал Марии, «Сила Всевышнего осенит тебе, посему и рождаемое святое наречется Сына Божиим». Мы видим здесь намеку на все, что Лука написал в Новом Завете. Он сказал, «Дух Святой найдет на тебя, и Сила Всевышнего осенит тебя». В Луке и Дух Святой и Сила Божия используются как синонимы. Когда Лука упоминает Духа Святого, то говорит о Силе Божией. Если мы оказались в таких условиях, что нам нужна Сила Божия, то кого нам нужно пригласить? Конечно, Духа Святого. Нам не нужно бояться Его. Все Евангелия были написаны «потом». Это не автобиография, не дневник Иисуса. После того, как Иисус отправился на небеса, после того, как церковь начала расти, у людей появилось желание сохранить эти истории. Каждый автор Евангелия рассказывает нам историю об Иисусе. Для того, чтобы помочь нам, лучше понять Его. Лука не фокусируется на себе, чтобы вы упустили Иисуса. Но мы должны понимать тот взгляд, который дает Лука. Он говорит о Елизавете и Закарии, родителях Иоанна Крестителя. Эта семья сыграла невероятную роль в истории рождения и подготовки Иисуса к служению. В первой главе об Иоанне Крестителе говорится, что он не должен пить вина и что он будет исполнен Духом Святым от рождения. Там также говорится, что когда Елизавета услышала приветствие Марии, она наполнилась Духом Святым. А зачем Мария пришла к ней? Она была ее подругой, быть может? Ей нужно было безопасное место. Место, где ей не было бы стыдно. А вот причина. В первой главе говорится, что Захария исполнился Духом Святым и начал пророчествовать. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. А знаете, что Дух Святой говорил об Иисусе Христе? Чтобы увидеть Духа Святого, мы должны лучше различать нечистых духов. Дух Святой всегда будет обращать внимание на то, что мы должны возносить честь и славу Иисусу. Если вы будете возносить Иисуса, Дух Святой придет. Если вы будете возносить себя, Дух Святой уйдет. Если что-то привлекает внимание к человеку, а не к Иисусу, просто отойдите назад. Дух Святой всегда будет обращать внимание на Иисуса. Тут сказано, что он искупит свой народ. В третьей главе Евангелия от Луки Иоанн говорит так. «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». История Иоанна, Елизаветы и Захарии неотделима от личности и дел Духа Святого. Когда Иисуса отнесли в храм, чтобы обрезать, то там было два человека, которые наблюдали за тем, что делает Бог. Они сказали нечто об этом ребенке. Сказано, что там был человек именем Симеон. Он был муж праведной, благочестивой, чающей утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. А когда Иисуса крестили в третьей главе Луки, то во время молитвы небеса открылись, и Дух Святой не шел на него. Он сделал это в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Здесь мы видим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Дух Святой сошел на Иисуса, а голос с небес сказал, «Это мой Сын, в Котором мое благоволение». Мы с Веной не исполнены того, к чему нас призывает Бог, без помощи Духа Святого. Смотрите на Него, как на Личность. Говорите о Нем с радостью, не унижая Его, не угрожая Ему, не относясь к Нему скептически. Зачем Духу Бога Живого помогать нам, если нам неинтересна Его помощь? В 4 главе того же Евангелия от Луки сказано, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. А что случилось, когда Он пришел в пустыню? Он был искушаем. Он постился 40 дней. Сказано, что Он был голоден. Дух повел его в место искушения. Мне кажется, мы неверно понимаем роль Духа Святого. Он не всегда ведет нас в место комфорта, в место счастья. Он ведет нас в места, ради которых мы были созданы. Я надеюсь, что это семя вырастет в нас, учитывая то, что ждет нас впереди. Мы должны жить со сознанием того, что Бог создал нас для цели в Своем вечном царстве. И вопрос не только в счастье. Я не против счастья. Я благодарен за него. Я люблю времена комфорта, утешения. Это чудесный момент. И Бог не против них. Но они не всегда стоят для Него на первом месте. Иногда нам нужна воля, чтобы перенести дискомфорт и исполнить Божьи цели. Вы должны понимать это. Вы не можете быть родителем, если не готовы пережить дискомфорт. Вот мое наблюдение. Я считаю, что нельзя выносить ребенка и родить его, если вы не готовы. И прежде всего, не готовы перенести этот ужасающий дискомфорт. Вы выглядите усталыми и измученными после родов. Это нельзя назвать комфортом. Конечно, беременность не полнит вас. Но иногда вам становится некомфортно. Почему мы думаем, что можем мы родить цели Божьи? Если наша главная цель – это наш комфорт. Мы не читаем историю, чтобы соответствовать персонажам. Я считаю, что уместно просить Бога о вмешательстве. Но вы должны понимать разницу. Иисус вмешался в жизнь вдовы, когда воскресил ее сына. Но потом они исчезают из истории. Вспомните женщину Финикийку. Она пришла за помощью. Иисус помог ей. Мы видим персонажей, которые появляются, а потом исчезают. Но у нас также есть персонажи, которые остаются в истории. Они там долгое время. Это агенты Божьих целей. Они переживают сверхъестественное. Сила Божия движется через них. Но их истории нельзя назвать простыми или легкими. Вам решать, с кем быть. Вы будете тем, кто появляется на минуту, говорит, Боже, мне нужно чудо, но я не намерен следовать за Тобой. Боже, мне нужен ответ. Нужен ответ. Или мы пойдем за Ним. Дух повел Иисуса в пустыню, и там Его ждал долгий пост. А в завершении поста сатана пришел искусить Его. Дух повел Его на открытую конфронтацию. Я хочу, читая эти истории, открывать свое сердце и ум Господу Иисусу. И в 4 главе Луки сказано, «И возвратился Иисус в силе Духа Святого. Он вернулся в Галилею, и разнеслась о нем молва. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу». Иисус пошел в 11 главе. Мы видим приглашение от Иисуса. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Кто сделает так? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злый, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Сказано, что Отец даст вам Духа Святого. Если вам что-то дают, то что вы получаете, скажите? Прежде всего, это дар. В Деянии 1 главе Иисус говорит ученикам, ждите. Ожидайте вы Иерусалима, чтобы принять дар Святого Духа. Далее Деяния 2 глава. В день Пятидесятницы, когда Петр обратился к толпе, и люди спросили, «Что же нам делать?» Он сказал, что они так же могут получить этот дар. Все это говорит нам Лука. Он рассказывает нам историю, а затем возвращается к словам Иисуса о том, что Отец даст нам Духа Святого, если мы попросим Его об этом. Какое условие для принятия Духа Святого? Нужно попросить. Мне нравится 12 глава. Там сказано, когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не забудьтесь, как или что отвечать, или что вам говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. В прошлый раз мы читали второе послание Тимофею 4 главу. Павел был в римской тюрьме. Он пишет Тимофею и говорит, «Тимофей, приди проведать меня и поспеши, потому что Димас возлюбил мир и открыл свой ресторан. Крис Кент ушел. Тит тоже. Там написано, «Лука со мною». Но поспешите, Мафей, «Мне холодно, и я одинок». Лука со мною». Лука путешествовал с Павлом. Лука был одним из его постоянных спутников. Не забывайте, что это все писалось потом. Лука говорит в первой главе, что он тщательно исследовал историю Иисуса, взял интервью у многих очевидцев и собрал все воедино. Я уверен, что в числе опрошенных был Павел. Павел встретился с Иисусом лишь после воскресения по дороге в Дамаск. Послушайте, что говорит нам об этом Лука. Это слова Иисуса. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не забудьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Вам известен кто-то, кто нуждался в таком? Как насчет спутника Луки? Сколько раз Павла приводили на суд или ставили перед толпой, которая угрожала ему, и об этом говорится во всех Евангелиях? И в самом центре истории Луки, как в Евангелии, так и в Деяниях, видна наша нужда и зависимость от Духа Святого. Иоанн поможет нам понять, как это выглядит. Но Лука говорит, что без помощи Духа Святого мы не можем выполнить то, к чему нас призывал Бог. И вот почему. Я советую вам сказать, Дух Святой, я рад видеть тебя в своей жизни. Без ограничений. Я хочу сотрудничать с тобой. Дай мне глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы понимать. Прости меня, когда я ограничиваю тебя, когда говорю, что не буду что-то делать. Прости, я приветствую тебя. Послание пастора Аллана, чего вы боитесь. Поможет нам понять, что доверие — это противоядие против страха. Оно также поможет вам воспитать доверие в росте Божьей силы. Узнайте, как победить страх с помощью Слова Божьего. Вы получите этот цикл в благодарность за ваше пожертвование. Позвоните нам по телефону, который видите на экране. Или зайдите на сайт. Спасибо, что поддерживаете служение Аллана Джексона. Вместе мы меняем мир. Луки 6 глава. Сказано, блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Похоже на блаженство? По-моему, да. Но Лука добавляет еще одну важную вещь. 24 стих. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение, горе вам присыщенные ныне, ибо взялчите, горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лже-пророками отцы их. Если вы не поняли, то я помогу вам. На каждое благословение, что Иисус дает нам, есть соответствующее горе. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Это А. А теперь смотрите 24 стих. Там еще одно А. Иисус говорит, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Он говорит, что если вы нищие, то вы благословенны, потому что ваше Царство Божие. Есть нечто больше того момента, в котором вы живете. Если вы думаете, что сейчас у вас есть все, что нужно, вы бедны, потому что упустили большую картину. В 21 стихе у нас Б. Блаженны алчащие ныне, ибо насытитесь. 25 стих — это соответствующее горе. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взялчите. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Если вас ненавидят из-за того, что вы вор, убийца или лжец, никакой награды. Но если вас ненавидят, отлучают, поносят и бесчестят за Сына Человеческого, если это случится с вами, то вот что вам нужно делать. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, но горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». «Ибо так поступали с лже-пророками отцы их». Какова же ваша цель? Какова она? Вы знаете? Быть таким последователем Иисуса, которого все хотят приглашать на свои встречи? Или вы готовы стоять на Евангелии Иисуса с такой силой и смелостью, что вас могут отвергать или осуждать, или вы хотите вести себя так, чтобы все просто любили вас? Вы живете ради этого времени? Или ради самой вечности? Я не могу ответить за вас, но Иисус просит вас задуматься над этим. Иисус призывает нас стать Его учениками. Сказано, что Он обратился к Своим ученикам. Он не говорил с книжниками, фарисеями, религиозными лидерами или мытарями. Он смотрел на учеников. Он хотел, чтобы они задумались. Иисус побуждает нас поступать иначе. Вот почему я люблю сто дней веры. Господи, я хочу быть другим. Я не хочу просто соответствовать. Господи, я не знаю того, что должен знать, но я буду читать Библию и молиться каждый день. Я буду почитать Тебя дома, буду вести бизнес честно. Я намерен познать Тебя лучше. Я хочу возрасти в Тебе. Я намерен сказать «Да благочестию» и «Нет бесчестию». Иисус, помоги мне. Не просто помоги мне выбраться из трудного места, помоги мне познать Тебя. Я жажду и я голоден. Я хочу познать Тебя. Прости меня за апатию, самоправедность и мудренность. Я думал, что у меня есть все, что нужно. Я сожалею и хочу знать Тебя лучше. Мне не нужен ангел или говорящий осел. Просто помоги мне читать Евангелие. Времени мало, тьма покрывает землю. Помоги мне. Мой свет должен сиять. И он поможет вам обязательно. Это не зависит от вас. Иногда мне хочется делать это, иногда нет. Добро пожаловать на Землю. Иногда мне хочется делать упражнения, а иногда я желаю. Просто-таки хочу, чтобы спортзал сгорел. Иногда я прихожу в церковь с ожиданием и радостью. А иногда я прихожу, потому что это моя работа. И весьма часто именно в такие дни, когда я считаю, что не готов, Бог делает больше всего. Помоги мне научиться мыслить иначе, освободи меня от генерационных проклятий, от гнета и от тьмы. Покажи мне, как использовать время, чтобы я служил тебе лучше. Служение Богу не обременяет, не ограничивает. Оно освободит вас. Если бы три дома позволяли нам обрести свободу, то мы бы придумали, как всем построить по три дома. Люди, у которых есть больше, такие же несчастные, как и вы. Я встречался с ними. У них больше, чем у меня. И они говорят мне, потому что я пастор. А я думаю, вот это да. А я считал, что если у меня будет все это, то я буду счастлив. Но нет, это не делает людей счастливыми. Но люди говорят, а меня бы это сделало счастливым? Нет, потому что вы бы встретились с кем-то, у кого есть больше, и тогда вы бы подумали, я был бы счастлив. если бы у меня было то, что есть у них. Иисус, помоги нам. Есть еще один фрагмент. Только один, который я хочу показать вам перед тем, как мы закончим. Это очень интересно. Это же глава, следующий фрагмент. Шестая глава, 27 стих, и далее до 36. «Но вам, слушающим, говорю, любицы врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившим у тебя по щеке подставки другую, и отнимающим у тебя верхнюю одежду, не препятствуя взять и рубашку». Слава Богу, что я не люблю рубашки. Всякому просящему у тебя давай и отвзявшего твое не требуй назад. Не знаю, как вы, но я бы хотел прочитать этот фрагмент поскорей. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». А вот задача, поступайте с другими так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Как бы это выглядело? Как бы я хотел, чтобы другие поступали со мною? И Иисус дает ответ. «Как бы мне хотелось, чтобы враги любили меня? Зачем на меня злитесь? Любите меня! Мне бы хотелось, чтобы проклинающие благословляли меня, и хотелось бы, чтобы обижающие меня молились за меня. Мне бы хотелось, чтобы просящие давали мне. И чтобы я просил мало, а они давали много». И Иисус говорит, «Поступайте с другими, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами». И когда ваш мир начинает катиться в тар-тарары, потому что к вам относятся плохо, спросите себя, как бы все выглядело, если бы относились хорошо к людям, которые участвуют в этом. Если смотреть на это буквально, то это может показаться странным. Благословляйте этих людей, молитесь за них. Не нужно мстить им. Не нужно три часа писать гневные комментарии в соцсетях, разрушая их репутацию. Молитесь за них. Давайте. Услышали? Представьте, что было бы, если бы мы поступали так, как Иисус. Но если у нас нет такого намерения, это никогда не случится. Иисус сказал, «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от кого надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите. И взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо он благ и к неблагодарным и злым. Мне нравится, что Бог благ к неблагодарным и злым. Я благодарен за это, потому что сам был таким, но он был благ ко мне. Итак, будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. Это значит, что вы любите тех, кто не любит вас. Это значит, что вы делаете добро тем, кто не делает добро вам. Даете взаймы, а иногда вам не возвращают. Это сказал Иисус. Любите врагов ваших и благотворите. И взаймы давайте, не ожидая ничего. Зачем так поступать? Потому что нас ждет великая награда. Нам может казаться, что это невыгодное положение. Я люблю людей, которые не любят меня. Я делаю добро людям, которые не делают добра мне. Я даю взаймы, а они не возвращают. Такое ощущение, что они крадут. Правда, я сам дал им. Это кажется глупостью. Зачем делать это? Потому что Иисус сказал, что будет великая награда. Прочитайте. Я не придумал это. Какой стих? 35. И будет вам великая награда. Будет, но когда? Когда вы полюбили врагов, делали им добро, давали взаймы, тогда будет вам великая награда. Кто из вас хочет награды? Я тоже. Вопрос не в стадионах, наполненных людьми. У вас серьезная задача быть представителем Иисуса в той сфере, которую Он дал вам. Он дал вам дом, работу, соседей, друзей. Мы должны быть последователями Иисуса в этих сферах. Иисус, помоги нам быть другими. Дай нам свободу там, где мы скованы. Иисус никогда не паниковал в Евангелиях. Он вернулся в свой родной город, а его хотели убить. Но ничего, мы уйдем, придем в другой день. Далее Он пришел в Иерусалим, а там против Него плетут заговоры за то, что Он говорит им истину. Демоны поднимаются и говорят, «Что ты тут делаешь?» Не мешайте, уходите прочь. Прочитайте, кто Он. Мы Его народ. Послание пастора Алана, чего вы боитесь? Поможет нам понять, что доверие — это противоядие против страха. Оно также поможет вам воспитать доверие в росте Божьей силы. Узнайте, как победить страх с помощью Слова Божьего. Вы получите этот цикл в благодарность за ваше пожертвование. Позвоните нам по телефону, который видите на экране, или зайдите на сайт. Спасибо, что поддерживаете служение Алана Джексона. Вместе мы меняем мир. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Аланом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Аланом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Аланом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok